В этом обзоре будет много всяких таких косметических штучек. Специально не распаковывала, хотела показать, как приходит. Смотрите, вот средство одно мне пришло, сейчас расскажу. Это набор шампунь и бальзам. То есть ужас, непонятно, где он валялся, но я так посмотрела, вроде бы ничего не протекло. Думаю, ладно, заберу. Это сыворотка корейская. В капсулах идёт тоже. Сейчас откроем, посмотрим. Вот так пришло. Это я на Вайлбаре заказывала. Вот это на Азоне. Решила попробовать такое вот средство для кутикулы. По срокам всё вроде отлично. Вот на Азоне вот так ничего не было упаковано, просто вот так мне вынесли. Как-то раньше каждую даже маленькую мелочь они отдельно ложили в коробке. Сейчас вообще не заморачивается. Так, сейчас всё открою, покажу. Первый покажу. Это вот корейская сыворотка увлажняющая для лица. Вот так она выглядит. Мы снимаем крышечку. Здесь ещё. И вот такие вот капсулы. Очень много отзывов. Почти пять тысяч. Все довольные. Идёт, можно выбрать 30 штук. Либо вот 100 штук, как я сразу заказала. Стоит около 700 рублей. Вот эти капсулы. Вот по срокам дата 05-22 производства. И вот можно остановить. Прочитать. Это действительно Корея. Все писали, что действительно оригинал. Не знаю. Посмотрим. Состав неплохой. Вот написано. Я долго искала 100 штук. Такая маленькая баночка. Казалось, 100 штук должно быть побольше. Но вот я нашла. Сзади написано количество. 100 штук. Срок годности 24 месяца. Так что два года. Дальше. Ну, попробую. Отпишусь. Следующее вот такое вот средство. Для кутикулы. Крем-гель. Тоже очень много заказов. Много отзывов на него. Решила сама попробовать. Потому что ногти сняла. Но не очень. В таком хорошем они состоянии у меня теперь. Поэтому. Нужно как-то их восстанавливать. Еще там средство заказала. Еще не пришло. На днях придет. Тоже вам покажу. Ну. Я думаю. Ничего об этом средстве говорить не стоит. Нужно попробовать. Написано, что не так удаляет. Как просто размягчает кутикулу. То есть не нужно будет распаривать пальчики. Для того, чтобы сделать маникюр. Это вот средство помогает. Более быстро. Вот. 15-30 секунд написано. Оставить нужно. И все. Кутикула размягчается. Но писали не удаляется. Ну попробуем. Тоже зависит, да, у кого какая кутикула. И это для мамы. Она решила заказать. Это вот для блондинок. Это шампунь и бальзам. Вот шампунь. На основе органового масла. Она решила выйти из темного цвета. И он немножко желтит после осветления. И вот такой шампунь. Многие шампуни, которые нейтрализуют желтизну, они сушат волосы. Вот по поводу этого шампуня писали, что волосы не сушат. Особенно в тандеме с бальзамом просто супер. Для осветленных и ремилированных волос. Тоже много отзывов. Ссылки все сброшу. Сможете почитать. Потому что я... Ну вот с мамой долго искали, выбирали для нее. Есть всякие, знаете, бальзамы. Тоже тоники. Антижелтизна. Но вот это средство решили попробовать. Именно шампунь и бальзам. Потому что тоники, они, как знаете, такого синего цвета. И какая-то синева все равно присутствует на волосах. Поэтому такое вот средство, мне кажется, будет лучше справляться. Ну посмотрим. Главное, чтобы, как и писали, не сушила волосы. Потому что и так после обесцвечивания, как вы понимаете, да, волос тонкий, сухой. А плюс, если еще шампунь будет сушить волосы, то это вообще не очень есть хорошо. Так, следующее тоже, вот косметические всякие покупочки с Вайлберис. Сейчас распакую, покажу. Вот это было еще запаковано в такую пленочку. Вот это именно вот так было. А, нет, вот это я на озоне. Вот это на озоне. И вот это, это озон. А вот это вот Вайлберис. Так, первое. Это вот то, что с озона пришла. Вот такая вот сыворотка. Она с комплексом фруктовых кислот и неоцинамидом идет. Вот что делает. Первый раз беру этой фирмы. Ну, прям так хорошо упаковано. Вот здесь заклеено было. И вот здесь, видите, заклеено было. Я сняла здесь на русском. Производитель. Ну, это наш производитель. По способу применения. Вот еще можно посмотреть. Я открыла ее по запаху. Вполне приемлемый запах. Не так, как я покупала до этого сыворотку. Вам показывала. Шишками какими-то воняло. Ну, кстати, по своей работе, да, свою работу выполняла. То сыворотка неплохая была. Я вставлю где-то картинку. Смотрите, какой пузырек. Прям баночка такая симпатичная. Симпатичная и содержимое. Вот, ну, видно, что не как вода, а такое более густое. Попробую, тоже расскажу. Второе со зона средства для ухода за ногтями. Я сняла ногти, и они в ужасном состоянии. Нужно исправлять пять в одном по способу применения. То есть можно просто как основу нанести под лак, а можно для придания оттенка. Делает, что увлажняет ногти, предотвращает ломкость, укрепляет структуру ногтевой пластины, полуматовое покрытие, скрывает желтизну. У меня желтизны нет, слава богу. Придает ногтям модный оттенок. Нью, 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 Тлук. Вот. Годен до 24-го по сроку. В общем, отлично. В общем, вот такая вот бутылочка. Посмотрим. Не покупала до этого. Это, по-моему, Рилуи. А, вот, да. Фирма. Дальше. Ну, давайте для ногтей. Также это уже Вайлберис. По этикетке видно. Плюс заказала еще питательное масло. Для ногтей и кутикулы. Тут масло авокадо, витаминный комплекс. Укрепляет ногтевую пластину. Это ультракомплекс. Так, что у нас здесь? Вот. Можно почитать, что делает. Ну, обычное, в общем, масло. Вот такая вот тоже баночка. От Эвелин. Прямо видно, такое густое маселка. 12 миллилитров. Ну, и тут, наверное, тоже 12. Они, в принципе, похожи. Просто это толще, а это выше. Наверное, тут 12. И корейская сыворотка под глаза. Так, здесь я посмотрела, ничего на русском нет. Вот написано, что Корея. На русском даже наклейку никакую не наклеили. 25 миллилитров. Но я ссылки оставлю. Сможете перейти, почитать. Вот такой вот тюбик. И здесь вот такой вот ролик. Так, что попробую. Тоже расскажу вам. Если понравится. Сами видите, еще раз закажу. Забрала я следующие заказы. С Вайлбери сейчас все покажу. Расскажу. Так, первое, что это первое. Вот такая вот, как это называется, типа наклейка на одежду. Так, что тут? Тимоти. Термонаклейка. В общем, на одежду распакую. Сейчас покажу. Еще раз повторила я свой заказ. Это спаржа. Вот спаржа соевая. Покажу. Дальше заказала я бессульфатный шампунь. Очень много на него отзывов. Вот как упакован. Плюс еще был в коробке. И кто смотрит меня, знает, что купили мы дегидратор. И вот специально для дегидратора я взяла, чтобы мясо сушить, нитритная соль. Так, все распаковала, чтобы удобнее показывать было. Но на этом останавливаться не буду. Видите, заказываю уже второй раз. Очень нам понравилось. Очень вкусно. Ссылку, как я готовила, что делала, я оставлю. Дальше. Вот это вот нитритная соль. Вот по составу можете посмотреть. Применение. И говорится, что не использовать в качестве обычной соли. Применять строго в пределах максимально допустимого количества для процесса переработки. Я почитала. То есть, соответственно, нельзя, как я поняла, при высоких температурах запекать с этой солью, супы варить, соответственно. Это именно для мяса. Для чего я купила эту нитритную соль? Во-первых, она оставляет цвет мяса красивым, да? То есть, оно не становится таким серым, да, неприятным. Дальше она там микробы убивает и ещё что-то. А, продлевает срок хранения. В общем, можно всё про эту соль почитать. Ну, повторюсь, у нас дегитратор. Я на данный момент только пробовала делать курицу, но с обычной солью. Я мариновала в соевом соусе. Туда всякие приправки. И чуть-чуть соль добавляла обычную. Но вот хочу попробовать с нитритной. Очень нам понравилась курица. Первую мы партию сделали такая суховатая. Была, но вот мне больше суховатая понравилась. Юре больше понравилась такая, как вяленая, или я не знаю, как это назвать. Такая более мокренькая. Она в холодильнике есть. Я сниму и где-то здесь вставлю, как выглядит. Ну вот, хотим попробовать теперь с нитритной солью. Стоит она недорого. Но я в последний момент заметила, что есть именно в баночках. Не в таких вот зип-пакетах, да? А в пластиковой банке. Мне кажется, удобнее было бы. Плюс ко всему здесь написано, что она идёт с ложкой мерной и стаканом. Я открыла, посмотрела. Она такая мелкая-мелкая, мелкий помол такой соли. Ложка сверху была. Насчёт стакана не знаю. Я так прощупала, стакан не нащупала. Ну, может, он где-то в соли внутри. Не знаю. Ложка была. И здесь получается килограмм. И как бы в подарок 100 грамм. Не знаю. Не перевешивала. Ну, я думаю, этой пачки нам очень долго хватит. Да? Такая она большая. И стоила, по-моему, 160 чем-то рублей. А вот в банке 170 чем-то рублей. То есть вообще разница небольшая. Но в банке было бы удобнее, да? Потому что зип-пакет мало ли расстегнётся. Или ещё что-то. Поэтому у кого также дегидраторы, кто сушит мясо, почитайте про эту соль. Потом открыла я шампунь и уже попробовала. Специально думаю, ну что снимать просто, да? Вот я открыла. И что вам это скажет? Ничего. Вот. Поэтому я уже вот попробовала. Что хочу сказать? Волосы промывает хорошо. Мне понравилось хоть и как бы без сульфатов, да, без СЛС всяких. Но пенится вполне хорошо. И что хочу сказать по запаху. Знаете, как на любителя. Не противный, но и неприятный. Вот. Немного мне не понравилась консистенция. Она жидковатая. Вот прям жидкая. Как будет справляться со своими, да, вот что написано. Блеск, объём. Я не знаю. После первого применения на данный момент непонятно. Но волосы хорошо, знаете, как до скрипа промыла. Банка удобная. Дозатор тоже легко нажимается. Но я, в принципе, всё равно переливать буду. Вот. Можете почитать, из чего состоит. Состав очень хороший. Я видела, что ещё продаются наборы вместе. Или маска. Не знаю. Вот что-то такое. Ну, я хотела попробовать просто хотя бы шампунь. Вообще понравится мне или нет. Вот. А ну, здесь уже вот всё. А вот состав можно вот так посмотреть, почитать. Так что буду дальше пробовать. Ну, опять же, увидите. Если мне понравится, я ещё закажу. Вот как и это. Обычно я всегда пользуюсь Клео. От других шампуней сразу у меня перхоть появляется. Ну, вот проверим от этой, как будет. Надеюсь, всё будет отлично. Дальше. Решила попробовать я вот такие вот наклейки заказать. Термонаклейки на Wildberries. Вот в подарок положили. Вот здесь, как видно, нанесён вот этот клеевой слой. И вот какая будет термонаклейка. Ну, это вот в подарок положили. Мы заказывали вот эту. Ну, всем известны, да, вот эти мишки. Вот она тоже с этой стороны такая. И вот. Ну, я переведу тоже или вставлю, или дальше добавлю в видео. По использованию всё очень просто. Я покупала раньше такие термонаклейки на Али. Там они, ну, не на сильно много дешевле. Вот такой размер. Это вышло 280 рублей. Но я смотрю, там очень много разных видов. А на Али, ну, на рублей, на 100 бы она дешевле вышла. Но мы вот заказывали. Я хотела Даше с Minimouse. Там на какие-нибудь вещи, да, перевести. Толстовки у неё есть. Но мы заказали, ничего не пришло. Так что, не знаю. Мне кажется, лучше немножко переплатить. Но уже точно вы получите. И всё быстро сделаете. Вот. По описанию тоже можете остановить, почитать. Вот. По QR-кодам можете перетянуть. Ну, я, в принципе, ссылочки оставлю. Даже написано «произведено в Турции». Очень интересно. На турецком ни слова. Как-то странно. Что-то делаете. Субтитры сделал DimaTorzok